Этот пес удивил всех, предотвратив попытки забрать его хозяина с аппаратом искусственной жизнеобеспечивания, и причина заставит вас плакать. Говорят, что собаки – лучшие друзья человека, и эта история лишний раз подтверждает, насколько это верно. Майкл всю свою жизнь работал полицейским в отделе собак-полицейских. Он был ответственным за подготовку и обучение одной из собак в службе. Он имел много собак-партнеров в своей карьере, но особенную связь он создал с немецкой овчаркой по имени Зевс. Когда пришло время для Майкла уйти на пенсию, Зевсу был всего лишь год, но бывший полицейский не мог смириться с мыслью оставить пса. Он попросил своего начальника, есть ли возможность забрать собаку с собой, так как считал ее членом своей семьи. К счастью, начальник согласился, и Майклу разрешили взять Зевса с собой на пенсию. Несмотря на его грозное имя, Зевс был мягким и ласковым щенком. Он всегда предпочитал обниматься вместо игры, и он просто обожал быть рядом со своим хозяином. Вначале жена и дети Майкла были немного настороженными относительно принятия собаки в свой дом, так как он был обучен как полицейская собака и знал, как атаковать в случае необходимости. Но Майкл заверил их и сказал, что он сам обучил собаку, и что она не причинит вреда никому. Когда Зевс освоился в своем новом доме, семья быстро привыкла к нему, и он вскоре стал любимым членом семьи. Но потом произошло нечто, что полностью изменило поведение Зевса. Это было через пару лет после того, как собаку привезли в дом. Ему было около трех лет, и он был уже полностью взрослой собакой. В этот день все началось как обычно, Майкл и Зевс отправились на утреннюю пробежку и вернулись, чтобы позавтракать. Подходя к дому, Майкл заметил, что крыша нуждается в некоторых ремонтных работах, так как выглядела немного затертой. После завтрака Майкл взял инструменты, необходимые для починки, и начал подниматься на крышу дома. Вот тут Зевс начал вести себя странно. Пес начал лаять и стонать, даже попытался ухватить за штанину Майкла, пытаясь заставить его остаться на земле. Немного устав от собаки, Майкл позвонил своей жене и попросил посадить Зевса в дом, потому что собака мешала ему работать. Жена Майкла сделала так, как он просил, и увела собаку в дом, но Зевс сопротивлялся все путь до двери. Меньше чем через пять минут семья услышала ужасный крик из переднего сада и быстро выбежали из дома, кроме Зевса, который оказался заперт в кухне. И там они увидели Майкла, лежащего на траве перед садом. Он упал с крыши и ударился головой о землю. Жена Майкла заплакала и крикнула ему, но он не реагировал. Пока она делала это, их дети вызвали скорую помощь. Вскоре Майкла отправили в больницу в критическом состоянии, и ему провели обширное обследование, чтобы определить степень травм. Помимо нескольких царапин и ссадин, включая перелом руки, докторы больше всего беспокоились за голову Майкла. Его жена рассказала им, что он ударился о землю довольно сильно, и они опасались, что это могло причинить необратимый ущерб. Их страхи вскоре оправдались, Майкл впал в кому, и ничто не казалось способным разбудить его. После некоторого времени в больнице семья решила забрать Майкла домой и нанять медсестру для ухода за ним, так как они чувствовали, что знакомая обстановка может помочь ему проснуться. Как только Майкл вернулся домой, первым рядом с ним был Зевс. Собака плакала несколько дней, огорчаясь тому, что ее хозяина нигде нет. Зевс быстро обосновался у конца кровати Майкла и редко покидал эту зону, если только не нуждался в кормлении или выходе на улицу. Прошло два года, и все еще не было никаких признаков того, что Майкл когда-либо проснется. Расходы на содержание его на аппарате искусственной жизнеобеспечивания и оплату медсестры начали накапливаться, и семья начала отчаиваться. Единственный, кто все это время был рядом с Майклом, это Зевс. Однажды врач, проверяя Майкла, заметил нечто странное в его поведении и продолжил дополнительные проверки. В итоге он понял, что хотя Майкл не может двигаться или говорить, он все еще чувствует все, что происходит вокруг него. Врачи сообщили семье, что может быть лучше применить эвтаназию для Майкла, чтобы положить конец его страданиям и страданиям семьи. Жена Майкла была опустошена этой новостью и не знала, что делать. Майкл был любовью всей ее жизни, и она планировала провести с ним остаток своих дней. К сожалению, она приняла идею, что может быть лучше для него уйти отдыхать, и согласилась с предложением врачей об эвтаназии. Единственная проблема заключалась в том, что Майкла нужно было доставить в больницу для процедуры. Врач успокоил жену Майкла и сказал, что на следующий день он отправит команду забрать Майкла в больницу. В это время Зевс сидел в углу и казалось, что следит и слушает все, что говорят. На следующий день, когда приехали медики, чтобы забрать Майкла что-то странное произошло, когда они начали входить в комнату Майкла, Зевс начал лаять и рычать на них в ярости. Он видал зубы и четко угрожал укусить, если они попытаются подойти ближе к Майклу. Испугавшись собаки, медики отказались входить в комнату, пока пес не отойдет. Дочь Майкла вошла в комнату и решительно увела Зевса, отвлекая его на улицу, чтобы он не причинил вреда никому. Как только собака ушла, медики быстро поместили Майкла в карету скорой помощи и отправились в больницу. Увидев, как Зевс так сильно взволнован, жена Майкла начала задумываться, старается ли собака ей что-то сказать. Зевс сильно расстроился перед тем, как Майкл упал с крыши, и теперь он вел себя так же, словно был опять в той же ситуации. Беспокоясь, что сделала ужасную ошибку, она села в свою машину и покатилась за собакой. Когда она добралась до больницы, она заметила, как Зевс бежит внутрь здания. Собака следовала своему обонянию и нашла комнату, где был Майкл. Зевс бросился в комнату больницы и увидел, как доктор собирается вводить его хозяина летальное лекарство. Собака быстро напал на врача, сбросив его на пол и заставив уронить лекарство. Врач закричал от ужаса и стал просить кого-то помочь убрать собаку. Но в этот момент все замерли, услышав звук, который заставил их застыть. Сердце Майкла начало биться быстрее, и они услышали тихий и хриплый голос, который сказал им оставить собаку в покое. С шоком все стояли на месте, и Зевс, виляя хвостом, отошел от врача к кровати Майкла. Жена Майкла вошла в комнату и, осознав, что ее муж наконец проснулся, заплакала от радости. Это было чудо, он вернулся к жизни. После того, как первоначальный шок прошел, врачи быстро поднялись и начали проверять состояние Майкла, чтобы убедиться, что он действительно в порядке. Тем временем жена Майкла позвонила своим детям, чтобы рассказать им о чудесных новостях. Через несколько недель Майкл, наконец, выписали из больницы и его пустили домой. Когда он приехал, первым, кто поприветствовал его, был Зевс. Собака прыгала и лизала своего хозяина, демонстрируя свою любовь и радость. Майкл смеялся и опустился на пол, чтобы обнять собаку и поблагодарить ее за то, что она была рядом все это время. Он знал, что если бы не Зевс, то он был бы уже не в живых. Эта история показывает, что иногда все, что нам нужно сделать, это прислушиваться к нашим домашним животным, потому что они знают, что лучше для нас.